Сегодня сотни тысяч мирных жителей Донбасса не смогли получить наборы выживания гуманитарного штаба Рината Ахметова на неподконтрольной территории Украины. Без помощи остались старики, инвалиды, многодетные семьи. Причиной этому стало блокирование вооруженными людьми Донбасс-арены и всех пунктов выдачи в Донецке и Донецкой области. Вооруженные люди заблокировали Донбасс-арену и все пункты выдачи гуманитарного штаба Рината Ахметова на неподконтрольной территории. У гуманитарного штаба нет достоверной информации о причинах таких действий. Помещение, инвентарь и вся гуманитарная помощь штаба заблокированы, и волонтеры штаба не имеют к ним доступа. Более полумиллиона стариков, инвалидов, молодых мам не смогут получить свои наборы выживания. Все пункты выдачи заблокированы. Пожалуйста, позвоните нам завтра. Сегодня все наши пункты выдачи фонда Рината Ахметова заблокированы. На горячую линию штаба Рината Ахметова обрушивается шквал звонков. Горячая линия работает в усиленном режиме, без перерывов. За последние 4 часа мы приняли более 2000 обращений от наших благополучателей. Старики, инвалиды, одинокие матери, так и полноценные семьи, которые у нас получают детские наборы. Все интересуются вопросом, когда будут открыты пункты выдачи, когда они смогут получить. Операторы принимают обращения от мирных жителей из Донецка, Макеевки, Горловки и других населенных пунктов на неподконтрольной территории. Но ответом порадовать людей не могут. Здравствуйте, оператор Наталья, я слушаю вас. Будьте добры, у меня получили гуманитарную помощь. Я могу с вами подъехать? Все пункты гуманитарного штаба, в том числе и Донбасс-арена, заблокированы. В Донецке и других городах области на неподконтрольной Украине территории все пункты выдачи гуманитарной помощи опечатаны. Пенсионерка Людмила Андреевна едва сдерживает слезы, оставшись без набора выживания. Ни копейки от 3 года пенсии не получила. Сын инвалид и я. Если бы не вот это, наверное, уже бы умерли давно. Несколько часов люди проводят в ожидании, в надежде, что пункт откроется. Ну что ж мы пришли сюда, мы ждем ее все, каждый месяц. Мы ждем всегда ее, правильно? Все ждут ее. Гуманитарный штаб Ахметова готов возобновить работу, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы. На подконтрольной Украине территории штаб работает в штатном режиме. Виктория Чистюхина, Александр Колодяжный для телеканала Донбасс.